Конец недели должен проходить на положительной ноте и она таки прозвучала. Конечно, хотелось бы что-то погромче, нежели сирены пожарных машин. Но все же такой звук тоже можно считать позитивной новостью, когда эти самые пожарники с сиренами едут куда-то, где россияне хранят или производят оружие. Ведь уже давно известно, что чем больше будет хлопков и вспышек в тех местах, тем меньше горя принесут российские освободители в разных точках мира. В общем, вчера отличилось предприятие «Северная верфь» в Санкт-Ленинграде. Там для Тихоокеанского флота уже 8 лет строят корвет новейшей серии 203-85 с идиотским названием «Проворный» или «Проворовавшийся». Корабль должны были сдать в 2022 году. И вот в темное время суток там раздался совсем негромкий, по свидетельствам очевидцев, хлопок, возможно, даже естественного происхождения. В общем, на это никто бы и внимания не обратил, если бы от «Проворовавшегося» не потянуло дымком. Сам по себе дымок тоже не показатель. Мало ли что там рабочие себе устроили – шашлык или шаурму – дело то житейское. Но вот сочетание хлопка и дыма некоторых насторожило сразу. Оно ведь еще с совковых времен ведется, что когда на складе или на базе грозит вылезти серьезная недостача, лучшим лекарством от нее всегда являлся пожар. В молодости мне самому пару раз приходилось наблюдать последствия такого избежания недостачи. Ведь если она формализовалась бы, то материально ответственные должностные лица могли бы принять на грудь очень нехорошую статью «Хищение в особо крупных размерах». А в совке она была подрасстрельная. Но если все загорелось правильно, а пожарные отработали как надо, глядишь, все и обошлось бы легким испугом. Мало того, такой завбазы, который смог пережить пожар и не сесть, уже считался опытным товарищем и мог вполне рассчитывать на повышение. Оно и понятно. Ведь если ты можешь правильно организовать серьезное и рискованное мероприятие, то тебе можно доверить более ответственную должность. Если кому-то эта конструкция покажется притянутой за уши, то у всех сейчас перед глазами результат именно такой схемы движения наверх. Так, когда Путин и его шеф Собчак уже проворовались в Питере и так набрались бабла, что даже до середины 90-х это было слишком, за Толиком Собчаком поехали сотрудники, чтобы привести его к следователю на допрос. Если бы он заговорил, то было бы грустно очень многим, в том числе и Путину, который был заведующим зарубежным сектором мэрии, а проще руководителем канала контрабанды, в том числе наркотиков. И вот именно Путин по своим каналам тайно вывез Толика за границу и сделал его недоступным для следователей. Понятно, что он свою холку спасал, но со стороны это выглядело так, что ради своего хозяина он готов сыграть в рискованную игру. Именно за это качество его и пригласили на работу в Москву. Ну а потом его назначение на пост премьера, а точнее ИО президента, поскольку Ельцин уже был слаб здоровьем, и его начали брать конкуренты, Путин заработал той самой рискованной игрой. К тому времени он был директором ФСБ, а генпрокуратура, во главе с Юрой Скуратовым, усиленно копала под родную дочерь. Говорят, фактов было уже настолько много, что можно было паковать и ее, и папашу, и мамашу. И тут Путин поджег. Он записал акт неформального общения генпрокурора Скуратова с двумя сотрудницами общества «Гейш и Гитар» со всеми подробностями, что и было обнародовано подружественным Ельцину каналом. Генпрокурор подал в отставку, а его сменщик не стал давить на газ, и постепенно следственную группу расформировали, а материалы канули в лету. И эта операция стала для Путина отмычкой от президентского кабинета. Он стал наследником. Так что пожар – не всегда простое горение чего-то большого. Чаще всего он скрывает нечто большее, чем просто дым и огонь. Так что корветт, проворовавшийся, указывает на то, что и с этим там теперь как в совке. Это не может не радовать, поскольку чем закончил совок, все мы хорошо знаем. А гореть там есть еще чему. Ну а корветт достроят уже, пожалуй, китайцы. Скоро весь Дальний Восток будет под ними.